А ты видел видео, как доктора перед ней ползают на коленях? Конечно, видел. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодого еще. С освобождением тебе. Выиграли касацию, да? Во-первых, я не псих. Я там пробыл всего пять месяцев. Врачам-камчанке привет. Никто не ожидал. Я должен был ее проиграть. И начали вести этот суд. Ему живые включили, да? Да. Что у тебя с вещами? Вернули? Вещи вернули, но не все. Что они там нашли, они-то хотели? Нет, любви у меня к сотрудникам полиции маловато. Вот плохо, что маловато. Надо их еще лучше любить, чтобы их народ тоже любил. Полицейских без всякого основания ударило лоб по лицу. Да, это все надо показывать. И фамилиями отчества его, и фотографии его, и звание, должность. Все показать, и что он сделал. Пускай народ знает. У меня была достаточно тяжелая обстановка. Но тяжелые психотропные средства у меня, так сказать, укололи психотропными веществами. Была попытка убийства, причем не одна, а три штуки. Суицидальный эффект. У меня было три приступа суицида, которые я, естественно, погасил. Хотелось себя убить. Беспричинно, конечно. Медсестры откачали. У меня убили врачи этой клиники. И после этого все прекратилось. Правда, я сбросил 26 килограмм. Это рекорд. Из-за нервов, конечно. Кто пробовал в этой клинике больше пяти лет, у него зубов нет вообще. То есть вообще годами людям не дают свежих овощей. У людей просто элементарная ЦНГ. Я сейчас готовлю материалы в суд. Там туалетная бумага была в туалете? Конечно нет. А как? Как ходить? А как же медицинская тайна? Шелкова от меня бегала. То есть там все держится на страхе. А сколько там пациентов всего было? Больше 800 человек. Где-то около 850 человек. За меня люди боролись. То есть тебя обкалывали до такого состояния, что ты падал, да? Да. То есть тебя незаконно туда поместили? Да. Шуманина освободить немедленно. Так тебя еще и мировой судья осудил? Да. Антимировой. Здорово. Здравствуй, Антон. С освобождением тебе? Благодарю. Рассказывай, что произошло. Выиграли касацию, да? Да. Ну, в общем-то, произошло два события, которые оказались решающими в данной ситуации. Первое событие и главное то, что врачи, они когда детально разобрались в том, что, во-первых, я не псих, я абсолютно психически здоровый человек. И, значит, к ним начались звонки всякие разные с пожеланиями, чтобы я подольше пробовал в заточении. А с другой стороны, так сказать, началась серьезная работа общественных организаций и, значит, людей по моему вытаскиванию из этого, так сказать, заточения. Вот. Они приняли решение не играть в политические игры. Это в Уссурийске. И поэтому вместо пяти лет, которые мне, так сказать, сватали пребывание за решеткой, я там пробыл всего пять месяцев. И когда меня перевели на Камчатку, то есть, состоялось судебное решение о том, чтобы изменить режим специализированного, на общий режим меня перевести. Здесь, на Камчатке, вообще никто не захотел из врачей заниматься, скажем, ну, фальсификацией истории болезни с тем, чтобы признать там всячески, искусственно, значит, меня там в психически нездоровых людей, так сказать, приписывать. Врачам Камчатки привет. Да. То есть, получилось так, по сценарию, который был прописан, то есть, мы договорились с врачами, где-то в конце января, в начале февраля я должен был пройти медицинское свидетельствование, то есть, комиссия врачебная мне должна была. После которой через суд меня просто прекращать, у меня всякое лечение, поскольку я не являюсь больным человеком. Вот. И, в принципе, вот мы на этом, скажем, сценарии, мы, скажем, согласились. То есть, чтобы не лугаться, а чтобы как-то вот двигаться в одном направлении, друг к другу не создавая проблем. Вот. Ну, а то, что произошло вчера, 21-го числа, об этом вообще, так сказать, никто не ожидал. То есть, почему-то были все уверены, что заседание конституционного суда по тому делу, по которому меня поместили за решетку, я должен был, так сказать, по всем правилам вот этой подковерной игры, я должен был ее проиграть. То есть, должны были оставить решение судов первой апелляционной станции в силе. Но я и Надежда, моя супруга, то есть, мы пришли в суд и начали вести этот суд именно от лица живого человека. И, в общем, ну, со всей соответствующей, значит... Нет, не от лица. Лицо – это не живой человек. Ты говоришь, от лица живого мужчины. Нет, лицо и живой мужчина – это две разные вещи. Ну, хорошо, не буду вдаваться в подробностях, но вот, однако, вот это была применена вот эта тактика. Тему живых включили, да? Да. И в этой ситуации, значит... Ну, и плюс, моя там речь на четыре страницы была, которую я зачитал, из которой следовало, что все, что относительно меня происходило, это уголовное преступление по помещению на оборонительное лечение психиатрическое и психически здорового человека. Вот. И, к удивлению всех... Что-то звук какой-то, это... Постукивание железное. Это Надежда готовить на кухне. А дверь нельзя закрыть в комнату? Сейчас закрою. Давай я лучше вопросы позадаю, которые всех волнуют. Что у тебя с вещами? Вернули? Я смотрю, у тебя ноутбук появился, да? Вещи вернули, но не все. Они вернули... Не вернули два жестких диска. Вот. И еще два жестких диска не открываются, они их сломали. Вот. Несколько портативных видеокамер забрали себе, так сказать. Вот. Карты памяти всех повытаскивали, значит, самые флешки. И, значит, поставили шпионскую программу в компьютер. Но я ее уже удалил. Что они там на шпионе-то хотели? Ну, они... Ну, что с них взять-то, господи? Тут уже тяжело, так сказать, с точки зрения дурака. Но если у них появилась какая-то шпионская программа, надо ее поставить. А то, что она вычисляется махом, так сказать, любым антивирусом, вот, как шпионская программа, то они об этом же не подумали. Они вообще думать не умеют. Это же менты у них. Поверь мне, так сказать, когда я получаю эту технику в таком состоянии, у меня любви к сотрудникам полиции маловато. Ну, вот плохо, что маловато. Надо их еще лучше любить. И почаще их освещать, показывать их лица на видео. Чтобы их народ тоже любил. Ну, это мы тоже будем делать. Они тут избили моего товарища, Вадима. Вот я сейчас буду этим заниматься. Просто завтра буду писать бумаги о том, что они совершили полицию в уголовное преступление. Где, как, при каких обстоятельствах, что там? Ну, как. Поставил машину, значит, это было в сентябре этого года, 20-го года. Поставил машину на день города, недалеко от площади Ленина. Они к нему придрались, вот, о том, что не так ее поставил. В итоге закончилось тем, что полицейских без всякого основания ударил его по лицу. Фамилия полицейского известна? Да, известно все. Ну, у меня сейчас этой информации нету. Но он мне должен послезавтра принести все бумаги. Я буду об этом уже знать. Ну, тебе более подробно тебе расскажу. А так они просто его избили. А потом еще пытаются его привести к ответственности за то, что он не выполнил законные требования от сотрудников полиции. Но прохожие, которые были, они вели видеозапись. И там видно, как его бьют без всякого на то основание. И видно, как у него из руки вырывается полицейский телефон и бьет его об землю. Это все на видеозаписи. И Следственный комитет не хочет возбуждать уголовное дело, потому что это, оказывается, телефон... Полицейский свой телефон, окажется, ударил о землю, понимаете? Хотя не самого этого разбитого телефона. Значит, доказатель, что это именно... Что это вот-вот это вот телефон, и вот он разбит, и вот, значит, пожалуйста. То есть, ну, просто такие смешные отмазки для того, чтобы выгородить полицаев, так сказать, которые избили человека и разбили ему телефон. Ну, просто смех и грех. Поэтому, конечно, судя по всему, будем это освещать в эфире. Да, это все надо показывать. И фамилиями отчества его, и фотографии его, и звание, должность, все показать, и что он сделал. Пускай народ знает, кто он. Конечно, я согласен с этим, это надо делать. И мне расскажите, что там у тебя было в Уссурийске за пять месяцев? Я так понял, тебя сразу на капельницу, да, посадили? Ну, у меня была достаточно тяжелая обстановка. Они сначала не хотели меня трогать, а потом, когда получили указивку сверху, на тяжелые психотропные средства меня, так сказать, укололи. Наверное, недели две я был почти практически в беспамятстве. Но потом начал потихонечку, ну, аутогенная тренировка, то есть вот эти медитации. Начал выводить из себя эту всю гадость. И потом они прекратили колоть. Почему? Потому что, ну, у меня перестало, это лекарство на меня перестало действовать. То есть я с ясной головой оставался. Вот. И потом они сами поняли, что в этой игре лучше не играть, и прекратили меня пичкать этими психотропными веществами. А до этого была попытка убийства, причем не одна, а три штуки. Подобрали мне такой препарат, который побочным эффектом, при его совмещении с другим препаратом, дает, значит, суицидальный эффект. То есть у меня было три приступа суицида, которые я, естественно, погасил силой воли. Как они выражались? Ну как, хотелось себя убить. Беспричинно? Беспричинно, конечно. Вот. Естественно, я это дело поборол. Вот. Но мне потребовалось значительное силой воли, чтобы это сделать, так сказать. Ну, то есть я остался невредимым. Потом, значит, у меня начались, после приема препаратов, давление упало 60 на 40. Падение давления. Тоже, так сказать, медсестры откачали. А потом я уже, как бы, закончил эту историю тем, что, когда все-таки у меня удалось добиться звонка телефонного с супруги, я прямо там, там как, что ты звонишь в присутствии, значит, медсестры, я сказал, что, значит, если со мной что-то случается, обращаю внимание, что мне вот это все рассказал, что если со мной что-то случается, то, обратите внимание, меня убили врачи этой клиники. Почему? Потому что вот были три случая, значит, судоицидального, значит, эффекта, то есть прием препаратов. И, значит, потом, значит, было случай, значит, вот этого падения давления. И после этого все прекратилось. Ты мне скажи, когда последний раз тебе что-то вкалывали, таблетки там давали или капельницу вставили? В сентябре. В 20-х числах сентября. А у тебя сейчас что-то в состоянии такое, уставшее, да? Ну, я просто целый день работал. А, ну да. А вообще-то, кстати, я, ну, естественно, там, режим дня, там, зарядка обязательно, то есть себя в форме поддерживал. Правда, я сбросил 26 килограмм за это время. Это рекорд. Да, но я не переживаю, мне как, значит, поскольку у меня сахарный диабет. Это из-за чего? Из-за диеты или из-за нервов? Из-за нервов, конечно. Ну, и там и диета тоже замечательная. Там, кто пробывал в этой клинике больше пяти лет, у него зубов нету вообще. Почему? Потому что вода там непригодная для питья. То есть люди чистят зубы водой, которой запрещено официально пить. Почему? Потому что у них система вот этого, значит, горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, она не менялась там, ну, с момента постройки этого здания. То есть там такая грязь, такая, значит, вот ржавчина, там, всякое-то и прочие там антисанитарные вещи, которые нельзя, то есть она официально непригодна для питья. Вот. И второй там признак, там люди за всё время, так сказать, не получают ни одного свежего яла, значит, овощей, ни одного свежего фрукта. То есть вообще годами людям не дают свежих овощей, и людей просто элементарная цинга у больных. А, подожди, а цинги же витамины дают, там, цитрусовые всякие. Это у вас всё было? Фрукты, овощи? Так я только что тебе сказал, ничего не было. То есть там прямо в меню, я специально ещё снял копию с этого меню, то есть недельное меню, там, значит, раскладка, там нет ни одного свежего овоща, ни одного свежего фрукта. Поэтому, в принципе, там у людей... Но меня поддерживала приморца наша, славяне. Это и казачество приморское. Они там взяли надо мной шество, так сказать. Поэтому мне раз в неделю передачка была с фруктами и с овощами свежими. Я, собственно, избежал этой... Ну и друзья, которые мы по палате, там, среди которой мои соседи, тоже, естественно, с ними делился. Хомячить в одну рыбу не приучен. Нормально было, то есть у меня нормально. А у других, которые уже проходится долгое время, у которых нет такой возможности получить передачи с воли, вот, они, да, остаются без зубов. Вот, поэтому я, естественно, все это дело, ну, держал нормальный режим. И, в общем-то, удалось мне из... А потом, когда врачи поняли, что это бесполезно, вот, мне вот уже после... Уже с октября месяца меня уже не трогали вот этими психотропными веществами. Вот так было. Но, естественно, я это дело никому не собираюсь пускать с рук, тем более там же люди остались. Я сейчас готовлю материалы в суд с тем, чтобы, значит, привлечь руководство этой клиники к ответственности, гражданской правовой ответственности, а потом, я думаю, что и уголовной ответственности привлеку за, значит, именно геноцид по признаку, значит, психического нездоровья. То есть человек, который находится... А кто там был врач? Да такая Шоколова есть. Шоколова Галина Викторовна, да? Да. А ты видел видео, как это, доктора перед ней ползают на коленях? Конечно, видел. В Российской Федерации этот праздник начал отмечаться с 2002 года. Который как бы также направлен на то, чтобы снизить, скажем так, негативное отношение общества к психиатрии, к науке. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. А какое в этом удовольствие? Молодого еще. На сегодняшний день психиатрия далеко шагнула вперед, и у нее как раз направление психопрофилактика. Профессиональный стресс. Следователи же говорят, что шансов выжить у пациентов фактически не было. Многие из них находились под воздействием сильнодействующих лекарств, спасатели сильно запоздали, а на окнах были металлические решетки. Это вот как раз она, вот почему? Они создали ситуацию, при которой очень хорошо набивать себе карманы, наживаясь на судьбах и здоровье пациентов, лишая пациентов элементарных, предусмотренных обыкновенным рационом питания, нормального питания. Что там говорить о рационе? Ты мне скажи, там туалетная бумага была в туалете? Конечно нет. А как? Как ходить? Ну как, покупать с ней, так сказать, ходит у себя. То есть, у него за свой счет туалетная бумага. В Сургуте тоже не было? Куда она вся девалась? Ну они на всем этом зарабатывают. Я знаю, что вот я разговаривал с пациентами, с ребятами. Они говорят, что у них фактически вся мебель, вся техника. И, значит, и в кабинетах, и в ординаторах, в кабинетах врачей, она вся куплена за деньги, так сказать, больных. То есть специально есть, значит, такие там сестра-хозяйка, которая занимается передачами. Как говорится, предлагают пациентам скинуться там на какой-то предмет мебели или на какое-то видеонаблюдение тоже, кстати. Там в каждой палате по две видеокамеры. А у, значит, этой клиники нет лицензии на производство и обработку видеоматериала, содержащего персональные данные пациента. То есть, и причем не просто это самое, ведется видеодоблюдение, ведется видеозапись. То есть это там на человеческие все права человека, там наплевали, так сказать, в три горки. А как же медицинская тайна? А вот это я тоже хотел спросить. Я задал вопросы, значит, ну Шокова от меня бегала, а начальнику отделения я там задал вопрос, говорю, а как насчет персональных данных, как насчет медицинской тайны, как насчет, значит, права, значит, конституционного на сохранение этой самой личной... Подожди, 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 фамилия заведующего? Щедрин. Щедрин? Да, фамилия Щедрин. Имя отчество помнишь? Конечно помню, Владимир Юрьевич его зовут. Владимир Юрьевич? Да. Ну, надо еще отдать должное, что беда-то заключается не в том, что такие они бессовестны, они бессовестны. Беда заключается в том, что среди пациентов нашелся только один человек, кроме Шуманина, который согласился подтвердить все эти данные. То есть, что в случае, когда его вызовут в суд или в какую-то любую проверку, в следственный орган или прокуратуру, он готов дать показания, не испугался. Что, значит, вот так это есть на самом деле. То есть, там все держится на страхе. А сколько там пациентов всего было, ты видел? Ну, в самом отделении, в котором я лежал, так сказать, 120. А всего в Уссурийске, вот в этом комплексе? Больше 800 человек, где только 850 человек. Вот это бизнес. Они очень хорошо на этом имеют. Это абсолютно точно. Я ни за что не поверю, то, что какое-то медицинское учреждение, типа института питания, или какие-то другие министерские приказы, позволят составить меню, в котором нету, не присутствует ни одного свежего овоща, ни одного свежего фрукта. Ну, не может такого быть. Конечно, да это не то, что не может. Это по закону положено. Витаминные обязательно. А у них вот я просто, я это абсолютно точно знаю, что у них, кстати, если надо, я могу сбросить, значит, это у меня на видео, я отсканировал просто эти меню. Давай-давай, покажу всем, пускай все увидят. То есть, что, да, я тебя сброшу. Что 850 человек живут без витаминов вообще? Вообще без витаминов. То есть, там прямо написано четко, что, значит, нету там, то есть, в этом меню ни одного овоща свежего, ни одного свежего фрукта. То есть, они там уже обнаглели настолько, что это прямо не скрывает этого. В общем, я очень обрадовался. У меня прям ощущение какого-то праздника, как будто у тебя день рождения. Еще и елочка эта сзади. Нет, ну, у меня все нормально. Конечно, я еще хочу сказать, что мне повезло, что за меня люди боролись. То есть, я очень благодарен тем, кто, так сказать, писал письма, кто звонил. То есть, там, ну, если брать в хорошем смысле слова, администрация-то учреждение, так сказать, в этой шоковой компании, устроили такой хороший общественный террор. Хороший, в хорошем смысле. То есть, им не давали, спокойно, скажем, творить свое черное дело. Вот именно благодаря тому, что за меня хлопотала общественность, так сказать, мне, они прекратились, и вот эти издевательства галлоперидола, которые они в отношении меня, так сказать, производили. Вот эти все вот эти, прекратились все эти переборы, сочетание лекарств, которые вызывают суицид, или потерю, падение давления. Подожди, а у тебя же, у тебя же там было, это, повреждение колена какой-то, то есть, тебя обкалывали до такого состояния, что ты падал, да? Да. У меня две ссадины, так сказать, одно на колене, другая, так сказать, на руке. Я падал, да, фактически я шел, потерял сознание и падал. Почему? Из-за этих лекарств. То есть, это было, ну, я не говорю о том, что там сила воли и все такое прочее, это понятно все, это все присутствовало, но этого, для того, чтобы бороться с этой машиной, мало. Нужно обязательно, чтобы за человека, так сказать, снаружи, то есть, на воле, хлопотали, чтобы люди, значит, не давали спокойно всей этой мафии, психиатрической, значит, издеваться, а в отношении меня избавляться от человека. Потом уже, да, они когда поняли, что эта война так с этим не приносит ничего, кроме проблем, они, видимо, сказали заказчикам этого безобразия, что мы ничего не можем с ним сделать, вот, и оставили меня в покое. Ну, ты это, не расслабляйся, я думаю, они это, сейчас что-нибудь могут новое, новое что-нибудь придумать. Ну, ты знаешь, врачи уже ничего делать, придумывать не будут, потому что камчатские врачи уже, так сказать, я с ними имел разговор. Так, подожди, подожди, решение о чем говорит? Что решение первой инстанции незаконное? То есть тебя незаконно туда поместили? Да. Решение первой и апелляционной инстанции незаконно. То есть тебя полностью реабилитировали? Нет. Они вернули дело на новое рассмотрение, но там написано, значит, Шуманина освободить немедленно с принудительного лечения. И второе, это Петропавловск-Камчатскому суду решить вопрос о подсудности данного дела. То есть они, о чем это говорит фраза? Говорит о том, что меня не мог мировой судья, так сказать, судить. Так тебя еще и мировой судья судил? Да. Зашибись. Антимировой. Да, точно. Они с антимиром, с темных сил миром. Дело в том, что... А это само решение есть? Постановление? Нет, пока его нету. Почему? Потому что оно было только вчера, так сказать, озвучено. Ну, по идее, тебе должны были копию выдать сразу, нет? Нет, они не выдавали никакой копию, потому что была видеоконференц-связь. Это был 9-й конституционный суд в Владивостоке. А запись осталась? Запись, да, они сохранят эту запись. Мне сказали, я уже написал заявление, чтобы ее выслали. У тебя нету? У меня-то ее нету, откуда мне она возьмется? Это у суда она. Но я написал, чтобы ее, так сказать, эту запись выслали немедленно. Добро, добро. Ну, все тогда, давай отдыхай, набирайся сил, созвонимся позже. И я хочу сказать, что пока ты там был 5 месяцев, очень много народу звонило, интересовалось и поддерживали, и спрашивали, как еще можем помочь. То есть не то, что напрямую там с твоей женой или с твоими соратниками, то есть и косвенно через меня пытались выйти и помочь тебе как-то. Многие-многие просили, звонили и во время прямых эфиров, и в личку писали. Так что мы все тебя поддерживали, делали все возможное. Благодарю за помощь. Без помощи друзей я бы оттуда не вышел, это точно. Так что я очень благодарю всем тем, кто за меня, так сказать, за меня боролся. Все, давай, набирайся сил, ждем тебя в эфире. Все, сейчас я тебе сброшу эти самые две меню, девятый стол и общее меню, и сброшу тебе само, значит, требование, которое я отправил, уже отправил, так сказать, к этой Шоковой, об изобразиях всех, и мою, уже говоря, я составил исковое заявление в суд. Это сейчас тебе на почту, тебе все отправлю. Для всех. Все, давай, Антон, благодарю тебя. Давай, рад был тебя видеть. Я тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!